Сейчас нужно доказать сначала, в отличие от того, что я обычно делал, самое короткое, самое простое доказательство. Потом я немножко пофилософствую и расскажу доказательства подменее, а потом, если, дай бог, время останется, то и совсем. Как ни странно, это будет нужно, потому что доказательство, которое я сейчас расскажу, работает только для графов без треугольников. А на самом деле, эта наука, она не такая маленькая. Ведь можно ставить вопрос, сколько может быть ребят, если в графе нет четырехугольников, если в графе нет пятиугольников, если в графе нет шестиугольников, синиеугольников и так далее. Более того, интересный вопрос, почему это я беру именно цикл из нескольких треугольников или четырехугольников? Я, например, могу взять такую картину. Треугольник с, не знаю, с чем. О! Два треугольника с общим носом. И задать вопрос, какое наибольшее количество ребят может быть, чтобы не было двух треугольников с общей вершиной? Ровно с одной общей вершиной. Понимаете, да, Родор? Это графы без той или иной запрещенной конструкции. Огромное количество задач там решено, причем очень многие их решили точно. В общем, ребята, наука там серьезная, замечательная, поэтому я вам расскажу какие-то вещи. А дальше, если кого-то всерьез заинтересует, то полезете в эти комбинаторные статьи. Ну, там, в общем, действительно тяжелая наука, и там действительно очень много странных результатов, в общем, серьезных результатов. Так, значит, сейчас я уже знаю, что функция G, вот здесь я писал равно, на самом же деле, я не имел права равно писать. Я должен им писать вот так. Почему? Потому что каждый раз я показывал некоторый пример. Двудольный граф в каждой доле по К вершине. Двудольный граф в одной доле К вершине, в другой доле К вершине. То есть показывается некоторый пример, и там нет треугольника. Значит, на самом деле, здесь не нравится, что было больше или равно. Моя цель сейчас доказать, что на самом деле не только больше или равно вот этого, а доказать, что G от N меньше или равно, чем N квадрат. Если я это сделаю, то задача о количестве реберных графиков с треугольников будет тем самым полностью решать. Оказывается, что решается она абсолютно легко. Решается она идейно так же и даже проще, чем наша сегодняшняя задача о функции G. Давайте вспомним, какая была главная идея, которая нам все-все-все позволила сделать для функции F. Там вот такая главная фраза доказательства. Рассмотрим строчку и столбец с минимальной суммой. Так вот, господа, когда вам дают граф на N-вершинах из треугольников, надо рассмотреть вершину наибольшей степени. Запишите, пожалуйста. Есть некая точка А. Итак, А это вершина наибольшей степени. Ну, понятно, что эту степень надо как-нибудь обозначить. Вот давайте количество точек, с которыми соединена вершина А, обозначим буквой Х. Понятно, что в принципе могут быть еще какие-то точки. Этих точек, интересно, сколько идут. Если всего в графе N-точек. N-X это почти право. N-X-1. Вот это совсем правильно. N-X-1. Потому что X-точек здесь и одна точка здесь. А вот теперь, господа, очень важное заявление. У нас в графе не было треугольников. Возможен вот такой отрезок? Нет. Потому что у нас был бы такой треугольник. Значит, у любого ребра либо оба конца вот здесь. Бывает такой запах. Ну, может быть, может не быть. Но, хотя в случае, мы не знаем. Может быть, есть такое. Либо вот такой отрезок. Либо какой еще вариант? Из-за X N-X. Вот такой. Согласны? Так вот. Скажите, пожалуйста, вот из этой точки сколько максимально может выходить отрезок? X-1. Неправда. Из каждой точки максимально сколько может выходить? X. X. Потому что больше, чем X, не бывает. А сколько таких точек? N-X-1. Да еще точка А. Сколько уже стало? N-X. N-X. Значит, я могу написать такое неравенство. Ребята, обратите внимание. Все сделано. Еще раз. Что там N-X? Это точка А и вот эти вот точки. Их N-X штук. Любое ребро либо такого, либо такого, либо такого типа. У него в любом случае есть хотя бы один конец в точках, в которых N-X-1 плюс 1. Есть у вас такой ребро, кстати, мы его посчитаем и так, и так, то есть посчитаем два раза, но это только лучше. То есть лишний раз посчитали, и хуже не будет. А теперь заявление. Такое произведение никогда не бывает больше, чем N-2 разделить на 4. Ну, давайте тоже поймем сначала геометричество, почему это совсем очевидно. Вот у вас есть отрезок N-X-N. Что вы делаете? Вы откладываете в какой-то величине X, остается, понятное дело, у вас N-X. И рисуете прямоугольник размером N на N-X. Когда наибольшая площадь такого прямоугольника? Ну, понятно, когда все идут. Потому что при движении точки к середине у вас, смотрите, что происходит, у вас сокращается вот этот длинный отрезок, то есть площадь сокращается от возгодатого штучка. Но зато настолько же увеличивается короткий отрезок, и поэтому площадь на такую штучку увеличивается. Значит, все замечательно. Вот. Ну, для тех, кто не любит геометрию, опять надо все на 4 умножить. Получится 4 умножить на N-X на X меньше или равно, чем N-квадрат. Скобки раскрыть. 4N-X минус 4X-квадрат меньше или равно, чем N-квадрат. В одну сторону все перемести. 0 меньше или равен чем N-квадрат минус 4N-X плюс 4X-квадрат. Это вообще-то N-2X в квадрате. Квадрат никогда не бывает меньше. Все. Я одним способом сегодняшнюю задачу о графе без треугольников доказал. Рассмотрели решили наибольшей степени и сказали, что количество ребер не больше, чем N-X умножить на X. Все. По-моему, понятнее, что называется, не бывает.